Когда совсем уже не осталось сил. Когда соперник становится еще яростнее. Когда победа нужна все сильнее. Кто будет самым сильным драконом? Смотри битвы и голосуй за сильнейших драконов. Турнир драконов. В прошлом бою Эраптодон защищался от Вопля Смерти. Вопль Смерти оказался мощнее. Он пробил броню Эраптодона. Вопль Смерти набирает 3 очка. И теперь у него 9 очков. В пятом круге будет пока самая захватывающая и непредсказуемая битва турнира. Бой за первое место в группе. Скрилл и Вопль Смерти. Эту битву никак нельзя пропустить. А после сегодняшнего боя будет супер битва драконов. Целое сражение. В битве будут участвовать 8 драконов. Так что не забудь подписаться на канал, чтобы увидеть эти битвы первым. Ну а сегодня битва двух, конечно же, сильных драконов. Но они пока еще не одерживали побед. Уж больно сильная группа им досталась. Но сегодня кто-то из них точно заработает очки. Начинаем битву. Сегодня встречаются два агрессивных и атакующих дракона. Оба дракона очень сильны. Шепот Смерти. Он съедает камни своей челюстью. И разнокрыл. Он расплавляет камни своей кислотой. Кто же из них сегодня окажется сильнее и одержит победу? Чьи способности окажутся круче? Шепот Смерти провел три боя. Разнокрыл два. Всего пять боев, но ни одной победы. Я всегда считал, что Шепот Смерти очень сильный дракон. Помните его сражение с Ночной Фурией? А разнокрыл я вообще включил в свою пятерку самых опасных драконов. Его способность стать невидимым и его супередкая кислота – это очень сильные стороны. Но турнир непредсказуем. Они попали в очень сильную группу. И эти драконы уже точно не выйдут в следующий этап. Но заработать очки в последних боях они могут. Сегодня у них есть шанс. И вот противники перед друг другом. Начинается бой. Шепот Смерти уже готов кинуться на соперника, как вдруг он исчезает. Нет Разнокрыла. Он растворился. Шепот Смерти удивлен и почти паникует. Ведь он не видит противника, и Разнокрыл может напасть на него в любой момент и с любой стороны. Шепот Смерти решает уйти под землю. Там безопаснее. Там Разнокрыл его не достанет. Теперь Шепоту Смерти надо служить Землю. Надо чувствовать ее содрогание. Как только Разнокрыл опустится на землю, земля прошепчет шепоту. Он здесь. И тут Шепот Смерти выпрыгивает. Ну или вылетает из земли и готов атаковать невидимку. Что он пустит в ход? Сначала огонь. Или сразу кинется на то место, где должен находиться Разнокрыл. И запустит свою камнедробильную пасть. Но и Разнокрыл не будет просто так сидеть. Он-то видит Шепота, и он может плюнуть в него кислотой. Или может просто отлететь на другое место. Тут уж все зависит от скорости реакции драконов. Если первая атака у Шепота не удалась, и у Разнокрыл не получилась контратака, то Шепот снова скрывается под землей и снова начинает слушать. А что если Разнокрыл хитер? Он же умеет подкрадываться к врагу. Значит, хитрость у него в крови. И он может специально не садиться на землю. Ведь для этого есть деревья и камни. Можно и на них посидеть. Разнокрыл может выбрать тактику ожидания. Не будет же Шепот вечно под землей сидеть. Правда, Шепот может вылезти где-нибудь далеко. Но там, где Разнокрыл его не ждет. Уж что-что, а Норы Шепот рыть умеет. Шепот поднимается над землей, насколько может и осматривается. Ищет Разнокрыла. Вдруг он сейчас не маскируется. И тут опять же, кто быстрее увидит соперника, тот и будет иметь преимущество в этой схватке. Но есть еще вариант, что Разнокрыл не только хитрый, но и умный дракон. Он может выманить Шепота. Он может специально сесть на землю и тут же взлететь на дерево. И остается только ждать Шепота. Шепот вылетает из-под земли и кидается на то место, где только что был Разнокрыл. Но Разнокрыла там нет. Он уже пускает свой кислотный залп в спину Шепота Смерти. Этот бой будет тактический. Драконы не будут кидаться в бой. Они будут выжидать. И битва может быть долгой. Кто из драконов терпеливее? Кто из драконов хитрее? Кто более умный дракон и кто более ловкий? Если ты знаешь ответы на эти вопросы, значит ты знаешь, кто победит в этом бою. В правом верхнем углу, куда указывает красная стрелка, есть вот такой значок. Жми на него и голосуй. Твой голос, конечно, уже не поможет драконам выйти из группы, но набрать очки престижа поможет. Следующий бой турнира – морской шокер и подводный крушитель. И не забудь, что следующее видео – это сражение восьмерых драконов. Такой бой пропустить нельзя. На сегодня это все. Ставь монстр лайки, пиши комментарии и делись видео с друзьями. Всем пока! Ставь М 뜨гulsи. Субтитрыcelя. Субтитры создавал DimaTorzok